Из Евангелия мы узнаем, что у Господа нашего Иисуса Христа было 70 учеников. Из этих 70 Он избрал 12 особо приближенных. И из этих 12 Он избрал троих, которых посвящал в особой своей тайне. И даже из этих троих у Него был самый любимый ученик Иоанн. Но кроме этого, в Евангелии говорится, что были еще некие жены, женщины, которые служили Ему от имений своих. В Священном Писании служение от имений своих подразумевает более широкий спектр служения. Это не только служение деньгами или какой-то материальной помощью. Под имением Священное Писание понимает всю душу, все, что есть у человека. Почему Господь сказал, что кто не отречется всего своего имения, не может быть и Моим учеником. И вот подвиг этих женщин в Евангелии, он достаточно скрыт. Мы видим то, что Он говорил ученикам, но не всегда видим то, что делали эти женщины, как они служили Христу. Как подвиг работающих в тылу, как тех, кто подносит боеприпасы, не всегда виден. Всегда получают славу, победу только те генералы, которые выиграли сражение. Но вот тот подвиг, внутренний, толовой подвиг, он часто незаметен для внешних глаз. Вот и сегодня у нас в Церкви также существуют, есть такие люди, подвиг которых часто не видим всем. Например, приходишь в храм, а здесь уже иконы чудесно украшены. Но мало кто задумывается, что перед этим, чтобы украсить эти иконы, нужно потратить много часов работы где-то в подвале. То есть в подвале сидят матушки-женщины, которые кропотливо с любовью делают это все. Тогда, когда заканчивается служба, все уходят по домам, а кто-то остается убирать храм, чтобы на следующее утро богослужение совершалось в чистоте. Не всегда эти люди, к сожалению, получают какое-то особое признание, даже элементарную благодарность всегда услышишь. Этот подвиг, он очищен пред Богом, он даже бывает иногда больше в глазах Божьих, чем какой-то видимый подвиг, который совершают какие-то священнослужители и те, кто у всех на виду. Вот этот подвиг, как очищенное серебро, ценен пред Богом, потому что свободен от тщеславия, он не заражен уже им. Вот эти люди, которые трудятся незаметно в церкви, несмотря на то, что подвиг этот незаметен, но и они подвергаются такой же опасности, таким же гонениям, как и те мироносицы, которые подвергались опасности быть схвачены. Мир не любит бескорыстное служение Христу, он ненавидит его. И среди тех, кто трудится незаметно в церкви, есть люди, которые чувствуют, чувствуют какой-то неприязнь со стороны мира, со стороны своих неверующих родственников, друзей, знакомых. Зачем, говорят они, ты трудишься в церкви, зачем ты тратишь свое время, драгоценное здоровье и практически ничего не получаешь из видимых благ. Вот часто бывает этим людям очень трудно, это даже является огромным, сильным, достаточно тяжелым подвигом, чтобы перенести все эти насмешки. И по тяжести они не меньше, поверьте, не меньше тех, что претерпели, те евангельские жены мироносицы. Но этот подвиг невидимый, он невидимо изменяет мир, невидимо изменяет сердца людей, которые видят все это. Дорогие братья и сестры, в сегодняшний день хотелось поблагодарить, сказать спасибо всем тем, чей подвиг здесь в церкви, даже у нас на приходе, чей подвиг часто невидим, скрытим. Но поверьте, на небесах ему готовы великие сокровища, великие дары. Христос воскресе! Христос воскресе!